Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся на 83-й карте. Все вы знаете, что по 83-й карте я уже большое количество фичек записал, но вынудили, к сожалению, зайти на 83-ю карту, потому что пишут в комментах постоянно А ты видел, как Аза делает? Ты видел, как Отик делает? Они удлиняют Хука, а ты так не умеешь. Ребят, ничего сложного в этом удлинении Хука нету абсолютно. Я это показывал уже тысячу раз, миллион лет назад еще, когда были живы динозавры, и, соответственно, все довольно-таки просто. Тут ничего сложного нету, можно удлинять без шифта, можно удлинять с шифтом, рефреш не работает, репост надо писать. Можно вот так вот удлинять, то есть это все просто, это все работает на 83-й карте, тут ничего уметь не нужно. В 85-й карте это все не работает, ребята, ребята, пожалуйста, не пишите. Сделай то, сделай это. Посмотрите вот этот видосик и будете знать немного больше, ребята. И переходите на 85-ю карту. 85-я карта менее баганая, чем... Также 83-я, она тоже немного баганая. Тут хук у Пуджа, он, так сказать, считывает траекторию Пуджа, и, соответственно, вы можете хукать все, что движется и все, что не движется. Можно вообще тут рофлить с такими хуками, тут вообще непонятки. Как это все делать? Это я уже показывал, это делается все через шифт. Давайте я напомню, смотрите. Идем Пуджом сюда, хукаем сюда, на себя форстав, через шифт и Пудж у нас хукает туда, и форставится, и хук удлиняется. Все просто. То же самое с даггером. С даггером можно также без шифта это делать, но тут нужно перекликать четко и блинкануться. То есть, соответственно, встать поровнее. Допустим, вот тут у нас где-то, ну вот тут, допустим, enemy opponent, и просто попытаться туда заблинковаться, и, соответственно, хук у нас немного удлиниться. Все очень просто. Очень-очень-очень просто, ребят. Тут просто нужно немножко ловкости рук, и, соответственно, просто блинкануться вовремя, и хук удлиняется. Что ж, но мы здесь сегодня собрались не для того, чтобы учиться удлинять хук через шифта и через все тому подобное, так сказать, мы здесь не для этого. Просили меня сделать обзор на вот этот баг, который, так сказать, с колодца выхукиваешь, и все у тебя становится хорошо. Хорошо. Это, да, очень прикольный, интересный баг, но есть тут свои погрешности у этого бага. К сожалению, этот баг почему-то до сих пор не пофиксили. Я не понимаю, почему его не фиксят. Ведь это просто, ну, если честно, такой глупый, дурацкий баг какой-то, которому уже просто миллион лет еще, когда динозавры ходили, этот баг уже был. Соответственно, вытягивает с колодцев, и я не знаю, почему до сих пор его не пофиксили админы. Может, они его просто не знают, что надо, так сказать, пофиксить. Может, они... Так, рефреш, рефреш надо написать. Может, они просто забыли, что он, этот баг еще есть. И все довольно-таки просто. Этот баг очень прост в использовании. Тут просто нужно приловчиться, знать тайминги и уметь хукать через шифт. Очень все просто. И знать, ну, тайминг респауна, то есть, сколько вам времени понадобится для того, чтобы тут все настроить и сюда, так сказать, указать блинкдаггер. И все очень просто. Сейчас попробуем подловить тайминг. Не знаю, я еще... Так, я пробовал чисто, ну, несколько раз чисто полчаса. Тут нужно именно знать, насколько ты быстро сможешь это все настроить. И, соответственно, и все. Больше ничего не надо. Примерно выставляем так. Выставляем так. Так. Хук на себя. Форсик. И вот сюда блинкдаггерок. Сейчас по таймингу немного не успеваем, но все равно. Нам главное, чтобы было понятно. Оп. Хук. И вытягиваем. Есть погрешность. Да, вот так вот можно застрять. И вы, к сожалению, тут на похороночке, потому что вы не сможете даже телепортнуться. Но баг очень прост в применении. Вообще, просто я не знаю. Тут просто нужно немного придрачиться. Я лично не багаюзер. Держите в курсе. За это можно отлететь, если напишут, так сказать, репорт. Морт вас, так сказать, за дело накажут. Ребят, вас за дело накажут. Как это делать? В принципе, в теории. Здесь вот хукаем в дерево. Нажимаем на себя форсик. И вот сюда указываем блинкдаггер. И, соответственно, пуш у нас тпшится туда на базу. И производит некоторые комбинации. Сейчас будем разбирать досконально. Смотрите. Смотрите. Блин, тут еще в лобби так помойно. Кнопки через раз работают. Вот я сейчас нажимаю ИТС, ИТС. Он у меня даже не останавливается. Но это лобби. Ничего тут с этим не подел. Смотрите. Для того, чтобы сделать первую фазу этой темы. Вот, допустим, здесь настакали. Сюда нажимаем ИТ. Сюда хукать. На себя форстафф. Вот это первое действие, которое мы должны сделать для того, чтобы осуществился этот баг. Себя туда с хуком зафорстаффить. Это первый момент. Второй момент. Это риснуть дерево, чтобы нам было понятнее более. Так как я объясняю сейчас. И смотрите. Просто. Идем сюда. Хукаем на себя форстафф. И здесь указываем блинкдаггер. Как будто мы туда хотим блинкануться. И, соответственно, у нас туда пуш блинкается. И вытягивает у нас энеми оппонента вот сюда под тавр. То есть мы с ним, так сказать, считается, как будто пуш находится здесь. Здесь. Но он на самом деле здесь. То есть, понимаете. Сначала мы себя форстаффим. А потом блинкуемся туда на базу. Соответственно, смотрите, что получается. У нас здесь стоит Doom. И все просто. Не знаю, работает ли это как-то в, так сказать, обратном формате. Но, скорее всего, нет. Первое действие, которое нам нужно сделать, это нам нужно сюда хукануть шифтом, форсануть себя туда и указать блинкдаггер вот сюда. И все. И у нас все получится. То есть покажу сейчас еще раз эту тему. И, соответственно, для того, чтобы показать еще раз эту тему, нам нужно убить сейчас Doom. И попробовать по таймингу его вытащить. И, так сказать, обзор данного бага будет закончен. Главное тут уметь хукать с форсиком, хукать с даггером. То есть вот так, вот так. И указать, допустим, вот сюда. То есть это все дело через шифт. Шифт зажали. Хукаем и блинкуемся. И у нас получается хук на 3 миллиона расстояния. Но тут почему-то багается как-то. Непонятно, что получается мы здесь как будто оказываемся. Но это не суть. Кстати, видели? Айтем. Айтем. Это, возможно, будет новый айтем. Я не знаю. Не знаю. Он работает на 83-й карт. На 85-й я его не находил. Это эссенция, которая дает эффект Гоуста. Она стоит 200 золотых. Она дает 2 заряды. И можно эти 2 заряды использовать. Очень прикольная тема. Не знаю. Я прикайфовал. Ну и... То есть это как бы Гоуст. Но это эссенция Гоуста. То есть, соответственно, мы по нажатию можем зайти просто в Астрал. Прикольная тема. В общем, ребят, сейчас пробуем дать, так сказать, по таймингу эту тему. И, соответственно, на этом обзор данного бага у нас заканчивается. Немного не в тему и все. Не успел я. Не так сделал. Видели еще вот это замедление времени? Поганое. Так сказать, вот эта тема. Сейчас вам покажу. Тяжело рассчитать. Вот это сейчас время было. Поняли? Вот так вот. Когда минус нажимаешь, я из-за этого не смог рассчитать. То есть, ну, есть тут погрешность. И просто нужно четко в тайминг нажимать. И все, ребят. Но это зависит от, так сказать, вашей надроченности. И все. И главное, ровно указывать, так сказать, параллели. Так как модель капуджа считывается именно правильно по траектории. И, соответственно, все у вас получится. Ребят, ну, вот такой вот обзор на баг. Кому понравилось, можете поставить лайк. Теперь будете осведомлены, как делать это на 83-й карте. Если честно, я не советую вам его использовать, багаюзить. Потому что, потому что вы можете за это отлететь. Соответственно, вы просто забаните себе аккаунт. И я вам реально советую не пользоваться этим багом. Соответственно, быть, так сказать, просто можно сказать честными. Честными. Играйте по-честному. А лучше играйте 85-ю карту. Ребят, ну, в принципе, это все. Желаю всем удачи. Кому понравилось, можете поставить лайк. И написать, использовали ли вы такой баг. И будете ли вы его использовать. И забанили ли у вас аккаунт. С вами был Азиас. И до скорого.